Абель Санчес, тренирующий 33-летнего кубинца Салливана Барреру, ожидает, что 26 марта американец Андре Ворд будет в наилучшей форме, несмотря на то, что последние два года он провел всего один поединок. Я думаю, Андре это тот тип спортсмена, который не уходит из зала, говорит Санчес. Я не думаю, что перерывы и операции на ключе сильно на него повлияют. Думаю, в начале боя часть его навыков может отсутствовать, но по мере развития боя он будет все вспоминать и в итоге устроит отличный бой. Он все еще молод, он не изношен, поэтому я ожидаю лучшую версию Андре Ворда. Абель Санчес, наставник чемпиона мира в среднем весе по версии WBA Super Геннадия Головкина, заявил, что его подопечный не станет драться с Амиром Ханом в смежном весе, если тот победит чемпиона WBC Сауля Альвареса. Единственная причина, по которой Головкин стал бы жертвовать весом, это бой с Лоидом Айвезером-младшим. Он единственный, кто мог предложить то, что нужно Геннадию. Я говорю не о деньгах, а о боксерском наследии. Сейчас главный для нас чемпионский поезд WBC, приводит слова Санчеса Бокс Кенн. А также промоутер Геннадия Головкина, Том Лефлер, в разговоре с репортером USA Today Sports Майком Копиджером, рассказал, что в следующем году в Казахстане смог бы провести мегафайт против американца Андреа Ворда. Однако Лефлер назвал условия для осуществления этого поединка. В частности, осенью Ворду необходимо побеждать чемпиона WBA, WBO и IBF по тяжелым весе россиянина Сергея Ковалева. Причем, чтобы получить бой с Ковалевым, Ворду 26 марта следует пройти непобежденного кубинца Сальвана Барреру. Поединок будет транслироваться телеканалом HBO и станет первым для Ворда в полноценном лимите по тяжелому весу. Добавим, что разговор о возможности поединка между Головкиным и Вортом ходит давно. При этом стороны неоднократно обменяли друг друга во лжи, отмечая, что соперник отказывается от боя. Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Андерсон Сильва предостерегает чемпиона полулегкой весовой категории Конора Макгрегора от лишних грубых выражений в адрес бразильца. Конор выдающийся боец и неплохо выполняет свою работу. Он образованный и точно знает, что он делает. Рафаэлю Досаннису не стоит подаваться на эти провокации, потому что для Жоза Альдо все закончилось не очень хорошо. Я считаю, что Конора могут побить и Жоза Альдо, и Рафаэль Досаннис. Я также хотел бы отметить, что Конору Макгрегору стоит осторожнее подбирать слова образильца, потому что не очень хорошо закончилась история с тем, кто последним говорил неуважительно образильца. Цитирует Сильву. 32-летний спортмен планирует делать то, что у него получается лучше всего. И в этом году в ковбой хочет провести 5 поединков. И Сирона не волнует рейтинги. Главное для него это чеки. Мне все равно. Для меня нет никакой разницы. Я все равно не отвечу отказом. Но я не собираюсь говорить. Мой следующий бой это бой за титул. Это моя мечта. Нет, не плевать. Мне вообще насрать. Дайте мне Конора Макгрегора. Я подерусь с этой сучкой. Ну а помимо этого мне плевать. А этому парню скажите, чтобы заметил свои гребаные обороты. Ты не можешь так просто бросать вызову средневесом, сказал Сирона. Субтитры сделал DimaTorzok